Интересный факт. Астигматизм встречается практически у 100% людей, но в подавляющем большинстве случаев он не ощущается человеком. Так ли это на самом деле? Кому показано лечить астигматизм? И какие современные методы коррекции данного дефектозрения предлагает медицина? Об этом в нашей интервью. Владимир Васильевич Кашников, главный врач офтальмологической клиники, доктор медицинских наук, академик Российской академии естественных наук и академии медико-технических наук, заслуженный врач Российской Федерации. Стаж работы 36 лет. Владимир Васильевич, в чем проявляется астигматизм? На что жалуются пациенты? Человек видит нечетко, туманно. Предметы искажаются, искривляются, имеют определенный наклон. Человек быстро утомляется при зрительной нагрузке, особенно на близком расстоянии, но глаза могут уставать и когда он смотрит вдаль. Это, в свою очередь, может вызывать даже головные боли. Верно ли утверждение, что астигматизм встречается практически у 100% людей? Глаз дается человеку при рождении, и очень редко он имеет идеальную форму. Идеальная форма — это значит, в двух взаимных перпендикулярах на роговице имеется одинаковая преломляющая сила, например, по вертикали и по горизонтали. Если же эта сила разная, это уже будет астигматизм. И если такая ситуация возникает при рождении, то у человека глаз недоразвивается, глаз ленится, развивается амблиопия или слепота от бездействия. В этом случае глаз не работает в полную силу, и у ребенка может развиться косоглазие. В этом случае обязательно нужно обращаться к врачу. И хочу подчеркнуть, что обязательно ребенок осматривается офтальмологом в первые три месяца. Затем ближе к году жизни. Перед тем, как ребенок собирается идти в детский сад, это где-то примерно в три года, ему опять проверяют зрение. Обязательно проверяется зрение перед тем, как он собирается идти в школу. А в школе уже зрение проверяться должно ежегодно. Насколько значим факт наследственности в данном случае? Как правило, наследственность играет главную роль. Мы различаем астигматизм врожденный и астигматизм приобретенный. Если у родителей имеется все-таки астигматизм, значит, с большой долей вероятности у ребенка тоже будет астигматизм. А приобретенный астигматизм, это астигматизм, который возникает в результате травм, например, глаза. В результате каких-то операций, которые перенес человек опять же на глазу. И в этом случае тоже имеются специальные методы лечения данной патологии. Говорят, что сегодня такой дефект зрения встречается все чаще. Быть может, методы диагностики стали более совершенными? Методы диагностики стали более современными, более точными. И выявить астигматизм можно. Есть специальные приборы, авторефрактометры, которые определяют рефракцию глаза пациента. Плюс, минус, астигматизм. И есть еще топографы, которые снимают как топографическую карту с поверхности роговицы глаза человека. И уже вот эта самая точная диагностика позволяет не только диагностировать астигматизм, но и предложить и одновременно просчитать методы его коррекции. Считается, что астигматизм в степени в полдиаптрии или 0,75 диаптрии считается физиологической нормой. Он не требует ни очковой коррекции, ни контактной коррекции, никаких либо хирургических методов лечения. А если астигматизм уже больше одной диаптрии, тогда он требует специального к нему подхода. Предлагаю поговорить о современных способах коррекции данного дефекта зрения. Самый простой на сегодняшний день метод, который применяется у ребятишек особенно, это очковая коррекция. Следующий метод это контактная коррекция. Это может быть и мягкая контактная коррекция, и жесткая контактная коррекция, которая тоже хорошо компенсирует, нейтрализует этот астигматизм. И, наконец, самым современным методом лазерной коррекции является лечение астигматизма. Когда уже неправильную данную от природы форму роговицы при помощи лазерного луча делают идеально или практически идеально сферично. Никакие швы не накладываются, и человек уже встав со стола, чувствует, что он видит намного лучше, чем до оперативного вмешательства.